Какой вот лобби у них здесь красивый, в этом отеле. Большой, широкий и это все дерево. Перегородки может быть из ДСП? А, нет, это не дерево. Ну, все равно, так или иначе, туалеты тоже очень красивые, много разных цветов, зелени. Мне завтраки понравились, здесь и арбузы, и олечки, и клубниковые персики. Что такое? Еще на столах у них здесь стоит лаванда, она уже видимо поспела, свежая лаванда. Вот так вот называется этот отель, он находится в городе Никсаж. Такой комнат и для такого завтрака это вообще ни о чем. Это сейчас на наши деньги 20 чем-то долларов, даже 30 не будет. Единственное, здесь парковка вчера, вот здесь полностью все забито было. Причем я приехал где-то в 6, еще были места, а потом поехал смотреть крепость, туда-сюда в магазин съездил и где-то в 9 вернулся, уже ни одного места не было. Здесь есть вот ресторан Айас Парк Отель и, собственно, вот этот вот название этого отеля Айас Парк Отель. Город небольшой и здесь буквально несколько всего лишь отелей и на каждом перекрестке вывески на этот отель, поэтому вы его мимо точно не проедете. Вот здесь есть еще Айас Аквапарк. Я не знаю, вроде как, по-моему, должно было у меня туда тоже вход быть, в этот аквапарк. Ну, может быть, даже если и вход отдельно стоит, он стоит просто 30 копейки или даже 2 копейки. Очень мало он стоит. Мне понравился город. Я прям всем его рекомендую к просмотру. Такой город провинциальный, тихий, спокойный. На английском никто не разговаривает, туристов нет. Вот такие городочки, они по мне. Друзья, посмотрите, здесь у них помимо того, что есть вот мойки, тоже самообслуживание, всякие разные пылесосы, здесь у них есть вот такая вот штучка. Просто стоят трубы с отверстиями, и вы подъезжаете сюда, подъезжаете, и она вам моет. Просто моет машину бесплатно. Понимаете? Вот так со всех сторон. То есть это, я так понимаю, рассчитано на тех людей, у которых может быть нет денег, или на мойку, или еще что-то, и они выезжают, допустим, там откуда-то с колхоза, с грязной машины, и они просто здесь моют мойку бесплатно. Там датчики стоят, и когда машина подъезжает, там увеличивается напор воды, и вы можете абсолютно бесплатно сполоснуть свою машину после грязи, под напором. Все, проехали, бесплатно, ничего платить не надо. Машина чистая, дороги чистые. Прям как у нас в Казахстане. Мне надо сегодня проехать всего лишь 100 километров. Я уже в 12 часов буду там. Я буду вот эти вот городочки проезжать. Ерба, Амансия. Амансия, по-моему, будет слева. Я поеду прямо. Ну, в общем, вот этот городочек Амансия, там тоже очень много отелей, и должен вам отметить, что вот здесь вот, где-то в 50 километрах от Черного моря, вовнутрь, в Турции, на восток, очень-очень низкие цены на отели. То есть, вот я останавливаюсь в отелях, 3-4 звезды, максимум до 1000 лир на сегодняшний день. А вот, кстати, полицейские. И еще здесь интересно, что здесь все машины тонированные, и полицейские в том числе. Поэтому я думаю, я надену шторки. У меня есть шторки на передние эти стекла. И покатаюсь, попробую со шторками покататься. Ну, мне говорили в России, что там уже и на Кавказе можно было, в принципе, никто на это внимание особо не обращал, на эту тонировку, на шторки. Так, Капрусу, Талазан, Капрусу, какой-то мост здесь есть, недалеко, исторический. А вот эта вот машина, очень интересная, между прочим, это машина российская, ВАЗ-2109, Лада Самара. Это вот как раз, где мы с вами проезжали, там их делали. Это вот как раз времена, когда мне было 16, 17, 15 лет, 18. Это был предел мечтаний. Это, наверное, как сейчас мечтают о каких-то Мерседесах, о каких-то BMW. Это вот тогда мечтали все подростки о таких машинах. И тогда иномарок вообще практически не было. Были праворульные, там какие-то Toyota, очень мало. В основном все ездили вот на таких машинах, и это считалось пипецкак круто, если у человека была такая машина. Я думаю, это связано с тем, что здесь все равно близость с Россией, и эти машины, они относительно мало стоят. И, ну, в принципе, почему бы и нет. Когда было вообще паромное сообщение в Сочи, тут вообще было, можно в Россию очень быстро попасть, и привезти оттуда все, что угодно. И, в принципе, и растаможка на нее немного стоит, и сама по себе машина на нее немного стоит. Здесь периодически с Ирана встречаются машины иранские тоже. Я вернулся на трассу на свою любимую И-80. Мне по ней нужно будет любимую часть дороги проехать, и там меня навигация будет скидывать. Вот в сторону этого моего отеля он находится где-то там в горах. Там горячие источники, бассейн, СПА, 4 звезды за 900 лир я забронировал. 900 лир это 30 с чем-то долларов. Прямо с завтраком. Завтраки у них здесь роскошные. Такой завтрак минимум 10 долларов стоит. И, ну, грубо говоря, 20 долларов я за ночь за койку плачу. Поэтому нет никакого вообще смысла ночевать в машине, когда такие цены на отели 4 звезды. И поэтому я пока кайфую в отелях, наслаждаюсь. Когда я буду в Европе, скорее всего, там придется спать, может быть. Пару раз в неделю в машине, может быть, через день. Ну, в общем, по ситуации буду смотреть. 20-30 долларов за комнату, тем более за такую комнату, в которой я сегодня ночевал. Вообще абсолютно не кусается. И нормально это. Ну, 20-30 долларов это примерно 10 тысяч деньги. У нас в Алма-Ате 300 тысяч сейчас даже квартиру, ну, на месяц я имею в виду, 300 тысяч даже квартиру тяжело найти. Даже на месяц. Ну, нормальную, более-менее нормальную. Чтобы вам там убирались каждый день, чтобы у вас там вода была, чай был, чтобы у вас там завтрак был. Ну, и так далее. Поэтому, по сути, по сути, вот, люди говорят, что, типа, вот как, так. Ну, вы можете сдать свою квартиру в аренду или дом, где вы там живете, и путешествовать. По сути, это тоже самое будет выходить. Если вы какую-то свою недвижимость сдаете в аренду, вы можете на эти же самые мои деньги здесь также жить, проживать. Жить, поживать, добра наживать. И на завтраках, как правило, шведский стол большой. То есть, там можно брать немного с собой еды на обед. Хлеб здесь, в принципе, немного стоит. Там, допустим, можно сыр, оливки с собой взять. Овощи тоже немного стоят. Купить в обед хлеб и покушать хлеб с сыром. Чай тоже повсюду. Чай всегда есть в номерах, пакетики с чаем. Вообще, чай везде здесь, повсюду. Можно чай также на завтраке с собой набрать, и кофе можно набрать с собой. И вы можете просто остановиться на любой заправке, сказать Сиджаксу, и вам дадут горячей воды. Вы туда закиньте пакетик, у вас будет обед бесплатный. Вот. А на вечер я, как правило, покупаю какие-то ягоды, фрукты, либо овощи. Ну и, по сути, я здесь всегда в Турции экономлю деньги. То есть, думают люди, что, типа, это дорого, там, много денег это стоит. Ну, на самом деле, в Турции можно прям реально экономить деньги. А зимой вообще особенно. Видно вот этот город Амансая. В нем очень много отелей. И я немного в сторону уйду сейчас, на север, в сторону Черного моря. И там у меня будет отельчик мой. Зелень, зелень, зелень. Много зелени. И воздух очень чистый. То есть, я вот так смотрю, я даже не знаю, на сколько километров, очень далеко. Насколько хватает зора. Никакого здесь ни выхлопов, никаких нет, ни... Никакой пыли нет, ничего. Вот, только природа и зелень. И, в общем, все, что с этим связано. Так, здесь радар. Бывает такое, что стоит вот такой вот знак восклицательный. Это значит, что вот здесь вот 50 километров в час. И там будет человек на машине. То есть, этот знак, он не стационарный. Они его поставили и сами где-то там спрятались. Хотя нет, здесь никого нет. Ну, 50 закончилось. Ну, наверное, 70 продолжается ограничение. Поэтому здесь... А, да, вон он там. Я его вижу уже. Вон там он спрятан. Камера не видит еще. А я вижу. В самом низу. То есть, вот здесь люди несутся. Думают, что, типа, 50 закончился. И, значит, можно ехать быстро. А на самом деле не так все. Кстати, в Турцию уже вовсю продают арбузы. А, или он уехал. Вот только что машина развернулась. Видимо, ему надоело. И сгорки здесь несутся. И думают, что, типа, 50 закончилось. А 70-то не закончилось. И поэтому здесь ограничения. И вот будьте внимательны. Если стоит вот такой вот треугольничек, как я вам сейчас показал, с восклицательным знаком. Это значит, они здесь где-то стоят. Именно полицейские. И там не будет такого, что, типа, штраф по почте, еще что-то. Сразу немедленно штрафы пишут. Вот такие вот. А, вон он стоит. Еще дальше он стоит. Вот он стоит. Да. Вот полицейская машина. И два полицейских. В иностранных номерах ваши номера там, может быть, эта камера может распознает, может не распознает. А вот здесь вот, когда стоят полицейские, вот так вот с радаром. И если они только засекли, конечно же, они сразу немедленно остановят. И сразу немедленно штраф выпишут. И его придется оплачивать. Вот, поэтому, ну, вот эти все знаки, я вам так скажу, друзья, это все ради вашей безопасности. Это не ради того, что там кто-то там, турецкое правительство или еще что-то. Или там, допустим, каишники хотят с вас взятку взять. Или там кто-то хочет деньги напить. Это все создано для того, чтобы было безопасно на дорогах. В первую очередь вам. И во вторую очередь, конечно же, другим, остальным участникам дорожного движения. То есть, если есть ограничения по скорости. Кстати, у них здесь в Турции вот так вот. Интересно для легких именно 82. Не 80, не 75, не 79, а 82. Ну, я про это читал. На самом деле, даже турки не могут на это ответа найти. Может быть, это типа связано с тем, что типа погрешность. Там, типа ехать надо 80. Ну, не знаю, почему. Ну, честно говоря, ни в одной стране я такого знака не видел. Только в Турции. Только что съехал, значит, вот с трассы И-80 на Ди-0-30. Вроде бы, как бы, дорога хорошая. Она такая серпантинная, конечно. Конечно, через горы тут уходит 200, так, 290, 300 метров над уровнем моря. Здесь высота. Но я думаю, я сейчас ее буду здесь набирать. И собаки, конечно же, как без них. Кстати, это вот к вопросу, к тому, что делать с едой. Никогда не выбрасывайте еду. Ну, там, хлеб или сыр или еще что-то. Поэтому, потому что вот здесь собаки очень голодные. Они все съедят. Все, что вы им бросите, они не любую еду съедят. Иногда даже овощи кушают. Очень голодные собаки. В отличие от России, от Грузии. В Турции здесь собак гораздо больше. И они просто, ну, невероятно голодные. Ну, и кошки, соответственно, тоже. Но если кошкам как-то проще еду найти, там, они поймать, там, схватить кого-то могут, то собаки, они такие стайные животные. Ну, им нужно охотиться. А охотиться они в настоящее время здесь в такой среде, естественно, не могут. То есть, они не могут, допустим, там, какого-то, наверное, зайца найти, сожрать. Или кем там волки, волки питались. Вот. И поэтому нужно, конечно, их подкармливать. Здесь дорога новая относительно. И на подъемах здесь можно обгонять грузовики вот так. Если они, конечно, по центру не едут. И я надеюсь, что... Вот это, кстати, очень опасный грузовик. У него столько там палок этих. И беревенны, они всего лишь перетянуты одной стропочкой. Только старайтесь всегда подальше от таких держаться. Здесь есть какая-то достопримечательность. Барабой называется. Я, наверное, доеду до отеля. Там бассейн, спа. Солнышко, наконец-то, вышло. Я хочу позагорать, покупаться. Никуда не ехать. Ни о чем не думать. Может быть, может быть, я на нее заеду, на эту достопримечательность. Пока не знаю, ничего не обещаю. Пока еду, наслаждаюсь видами здесь. Дорога хорошая. Я думаю, это связано с тем, что ее недавно сделали. Это не такая дорога, как вот мы с вами ехали оттуда с Трапзона, с этого монастыря, где я свернул. Она тоже примерно похожая, тоже примерно так же идет. Географически. То есть, примерно так же она идет в горах, по серпантину. Но просто отличие в том, что эту отремонтировали недавно и полностью поменяли асфальт. Толстый слой асфальт сюда уложили. И все как положено, разметка, все вот эти вот камнепады, все огорошено. И вот дорога вот такая должна быть. Не такая дорога, что дорогу сделали, допустим, а потом говорят, а ее ремонтировать надо. Или, допустим, вот у нас сделали, бетонные положили, дороги платные сделали. А говорят теперь, а их обслуживать дорого. Или, допустим, там еще что-то. Мы типа из асфальта будем делать. И, ну, на самом деле, это, конечно, так неприятно, когда вот едешь где-то в Турции. Понятно, что здесь снега нет, понятно там, что еще что-то. Но мы с вами будем ехать в странах, где есть снег. Я вам там покажу, какие дороги. Понятно, что там как бы население больше, уровень жизни больше. Но все равно дороги, это очень важно. И для экономики, и для вообще, и для престижа страны. Для всего. То есть, если вы хотите, чтобы к вам поехали туристы, нужно дороги сделать. Ну, в принципе, в принципе, дороги в Казахстане, я могу сказать, что более-менее нормальные. Вот видите, начинаются чудеса. Только я похвалил, блин. И вот, ну, благо, что здесь 47 километров всего лишь. И знаки, что ремонт дороги. Будем надеяться, что... Буду надеяться, что здесь это все кратковременно. Кратковременно. Ну, хотя, не знаю. Ну, ехать можно. Ехать можно, но просто единственный минус, что чуть-чуть качает, болтает, и нагрузка идет на ходовку. Я мог бы по ровной трассе ехать, по магистрали, по широкой. А не вот это вот, все. Главное, они хитрые такие, блин. Если бы я сразу бы съехал, и сразу бы вот так вот было бы, я бы сказал, нет, спасибо, я поеду по магистрали. А они, главное, там сделали дорогу. Я их прям похвалил даже, но здесь тоже вроде бы нормально. Ладно. Буду надеяться, что это участок там небольшой такой. И здесь дальше уже оливковые рощи, сады. И дорога нормальная. В принципе, такая же, как там была. Просто участок небольшой. Около километра, наверное. Набор высоты прям хороший пошел. 670 метров уже. Было 300. Я слышу, бутылки сжимаются, разжимаются. Ну, вот здесь, наверное, где-то парабои тут находятся. Ущелье. В долине. Вот так он выглядит по всей видимости. Возможно, там остатки какой-то, в какого-то древнего города. 400 метров набрал высоту. С 300 до 700. И сейчас я буду спускаться, заряжать батарейку. И вот, как правило, в Турции мне батарейки, емкости моей не хватает, чтобы полностью вот этот вот весь спуск себе забрать. Всю энергию. Рекуперацию. Иногда бывает, что да, я успеваю, но иногда получается так, что спуск слишком длинный, слишком большой, и она уже забрала все, что могла. Я уже и кондиционер включаю, и все, как только можно. Беру, забираю вот эту энергию, именно спуска. Но не всегда у меня это получается. Но вот здесь вот, в данном случае, вроде бы, спуск прекратился. Я одно изделение себе забрал. Но бывает, что прям спуск такой большой-большой, затяжной-затяжной. И так охота вот эту энергию забрать, а емкости не хватает. И вот я вам, как уже говорил, бывают такие машины, плагин гибли. То есть ее можно, во-первых, от розетки заряжать, эту машину дополнительно. Во-вторых, она, конечно же, вот на этих спусках, на всех, она будет все забирать. Она и проехать может больше там. По-моему, некоторые машины даже до 40-60 километров проезжают на батарейке. И, соответственно, всю вот эту энергию она себе захапает. То, что она здесь спускается. И это очень круто, по сути. Потому что я еду, ну, не в холостую. Во-первых, я экономлю себе колодки. То есть нагрузка не идет на тормоза. Я не грею себе тормоза. Я не точу колодки. Я не... Тормозную систему вообще никак не напрягаю. То есть включается генератор. И через шестеренки идет нагрузка на генератор. Он там вращается, вращается сильно. И колеса затормаживает. И за счет этого... То есть замедляется машина. И я забираю всю эту энергию себе. Это очень круто. По сути, это очень круто. Потому что я потратил энергию, чтобы подняться на горочку. А потом, чтобы спуститься, я эту энергию не трачу. Чтобы на спуске я не трачу энергию, грубо говоря, машины. Там ресурс машины. Колодки не трачу. Я эту энергию себе накапливаю в батарейку. То есть вот я сейчас иду опять вверх. То, что я там себе назаряжал. Сейчас это все на колеса у меня ходит. Двигатель помогает и батарейка помогает. То есть ресурс двигателя, во-первых, увеличивается. Во-вторых, энергия. То есть энергия, энергия везде. Где-то беру, где-то отдаю. Где-то беру, где-то отдаю. Круто. Все равно круто в любом случае. Так или иначе, в любом случае, круто. Но хотелось бы, чтобы батарейка была побольше. Но я думаю, что японцы, они настолько тоже щепетильные и настолько умный народ. Расчетливый. Что они рассчитали, что вес именно вот этой батарейки, которая здесь, в этой машине. Он оптимален. Потому что я же не всегда заезжаю вверх и спускаюсь вниз, заезжаю вверх. Иногда бывает, я по ровной трассе еду. И когда я еду по ровной трассе, мне нужно эту батарейку, тяжелую, грубо говоря, с собой везти. Ну и плюс ко всему, она же еще денег стоит. То есть, когда большая батарейка, она стоит больших денег. И, видимо, они рассчитали, что вот именно такая батарейка, такого размера оптимальна. Но все равно круто. У меня еще до сих пор есть интернет. Вот этот интернет-пакет роуминг, который я подключил к Литва еще в России. Еще ехал я по России, по Кавказу ехал. И я себе там подключил пакет на 2 гигабайта всего лишь. У меня 1 гигабайт закончился. Я на нем всю Россию проехал. И я подключил 2 гигабайта. И я вот уже по Турции доехал почти что до Самсона. То есть, я всю Грузию проехал, часть России проехал. И по Турции до Самсона доехал 10 долларов всего лишь. Я заплатил за пакет. Но у меня был мой номер, во-первых. Это очень важно, потому что люди до меня могли дозвониться. И я мог звонить, когда захотел. Когда уходил. То есть, у меня были минуты. И у меня было 2 гигабайта. То есть, по сути, я прихожу к тому, что нет смысла покупать сим-карту, если вам не нужны какие-то в дороге гигантские объемы данных. Потому что, когда вы покупаете сим-карту за 700 лир, грубо говоря, это получается 30 долларов или даже еще больше. И в этом нет никакого смысла. То есть, вы можете за 30 долларов себе подключить там 3 раза, допустим, по 2 гигабайта. Или там еще другие пакеты есть. И, соответственно, у вас будет интернет на вашем номере. Роуминг интернет. И даже когда он закончится, интернет не пропадет. То есть, скорость упадет сильно. Но у интернета какое-то там сообщение, смс-ки отправлять через WhatsApp хватит. И поэтому я вот склоняюсь больше к тому, что никакого смысла нет покупать сим-карты местные. Потому что все равно так или иначе, там, день через день вы будете приезжать в отель. Или там каждый день будете приезжать в отель. А в отеле будет интернет очень быстрый. И вот в этом отеле, в котором я сегодня ночевал, там был интернет 100 мегабит. Это просто невероятно быстро. 700 лир стоит сим-карта. Там с интернетом. Ну, 750. Это 30 долларов. И классно, конечно, когда у вас дороги. Всегда интернет есть. Но, допустим, если я куплю сейчас Vodafone или еще какой-то, он периодически может пропадать. То есть покрытие у одной вышки, оно не такое хорошее, как у всех. А когда у вас роуминг, то есть вот я сейчас еду где-то в горах, у меня здесь 3G. Ну, я его специально ограничил до 3G. Можно до 2G вообще ограничить в настройках телефона, чтобы он у вас медленнее тратился. И, конечно, здесь и 5G, и LTE есть. Но мне хватает этого. Какой-то отельчик забронировать, найти. Вообще, я сейчас буду себя приучать уже сразу в отеле. Следующий отель либо бронировать, либо место бронировать, куда я еду. И интернетом просто пользоваться только, когда есть какая-то такая необходимость острая. И в сим-карте местной вообще никакого смысла не будет. Потому что эту сим-карту вы покупаете, она там действует что-то 3 месяца всего лишь. Или еще что-то, потом надо опять эту сим-карту покупать. А сим-карта стоит, по-моему, 300 или 350 лир. Ну, грубо говоря, 15-20 долларов вы платите только за сим-карту. А по сути, вам зачем вообще эта сим-карта, если у вас есть роуминг? Просто в России я заплатил 350 рублей, и мне дали 80 гигабайт интернета. Ну, как бы... А, мне еще нужно было... Этот номер нужен был для банка, чтобы карточку там получить. Вот еще одна девятка, кстати. А так я бы, наверное, ее даже не получал. Поэтому все идет к тому, что люди уже скоро не будут сим-карты покупать. И они будут пакетами пользоваться роуминговыми. И все. Вы приехали туда, у вас есть везде интернет. Он никогда не пропадает, вы всегда на связи. Это очень удобно. Я пересек границу России с Грузией, у меня был интернет. Пересек границу Грузии с Турцией, у меня был интернет. Вот я всегда был на связи, всегда мог ответить на любые сообщения, на любые звонки. Это очень круто, по сути. Приезжаю вот такое вот либо озеро, это либо водохранилище на высоте 860 метров. И, конечно же, здесь будет очень много мест красивых, где вы можете остановиться. Ну, либо на автодоме, либо на машине такой типа, как у меня. Я думаю, туда даже спуститься к воде можно. Я, конечно же, сейчас этого делать не буду, потому что у меня отель ждет с источником с горячим и со спа. Ну, вообще, теоретически, в Турции очень много мест. Просто невероятное какое-то количество мест, где можно остановиться. Вон там даже цапли есть. И здесь нет комаров, как правило. Нет никаких клещей, ну, вот такой вот всякой заразы никакой нет. Я не знаю насчет змей. Ну, конечно же, меры предосторожности. Вот, здесь вы даже можете остановиться. Здесь у вас даже беседки будут бесплатные. И, конечно, вы, естественно, вы можете в этом озере, водохранилище, и купаться, и все, что угодно делать. И рыбачить, наверное, вот на автобусе сейчас остановился. Человек будет рыбачить. Пожалуйста. Круто! Очень круто! Я вот просто еду и радуюсь. Я вот по Турции еду. Может быть, я в прошлой жизни когда-то здесь в Турции жил. Потому что я, когда сюда попадаю, я вот просто здесь кайфую. Я как будто бы здесь как-то в своей тарелке, что ли. Я не знаю, как это назвать. Ну, мне здесь очень нравится. И, причем, каждый город, каждый город какое-то удивление приятное обязательно будет. Каждое какое-то новое место, каждый новый день новое какое-то приятное удивление. И спокойное озеро, чисто, да, они рыбачат здесь. Никаких ограничений не было, что, типа, запрещена рыбалка, там, запрещена стоянка, остановка. Ничего такого не было. Вот люди подъезжают к берегу с удочками. Никто никому ничего не говорит, никто никого не напрягает. Спокойненько подъехали. Никто сети не бросает, никто электроудочкой не рыбачит, как дикари. А, вот здесь вот написано. Короче говоря, написано было что-то про рыбу. И написано было, внимание, на турецком. Но можно перевести через Google-переводчик, через камеру. Конечно же, здесь есть всякие разные санатории, дома отдыха, кафе, рестораны. Вот сейчас можно, допустим, в это кафе зайти и за 200 лир наесться прям до отвала. И также здесь есть вот такие вот пирсы, на которых вы можете пофотографироваться, порыбачить, по всей видимости. И, наверное, можете поймать прям рыбу и вам тут их приготовят. Все, что пожелаете. Любой каприз. Нету толп туристов, нету вот этих вот сумасшедших каких-то ажатажа, очередей. Приехали, спокойно насладились, по хорошей дороге. Вам все удобства предоставили. И вот еще тоже, пожалуйста. Порыбачили, если захотели. Чисто, культурно, никакой пыли и грязи, мошкары, комаров. Ничего вот этого нету. Просто вы приезжаете, отдыхаете и наслаждаетесь жизнью, получаете удовольствие. Уточки там плавают. Ну, большое такое озеро. Это, скорее всего, да, высокогорное. 850 метров высота. Здесь такое долина-плато. И ровненько прямо, и плюс ко всему еще озеро есть. Путниковые координаты, друзья, этого места. Вот такие вот здесь ландшафты. Зайшаю в город Ладик. Здесь у них вот пастбища такие зеленые, красивые. Ну, реально, как будто в Швейцарии. Вот мы с вами поедем в Европе. И вот такие вот места тоже будем встречать. Здесь, конечно, как бы есть тоже такие нюансы, типа там горы мусора, там строительного, еще что-то. И все равно, ну, если, как бы, каждый видит то, что хочет видеть. Если на это не обращать внимания, в принципе, здесь очень красиво. И вот коровки вот так пасутся. Ладик город. 50 километров ограничения по скорости. И что еще? Несколько здесь достопримечательностей есть. Горнолыжный курорт здесь есть. Между прочим. Видимо, это место, оно зимой популярно очень. Ну, да, потому что высота почти 900 метров. И со всех сторон горы. Ну, я буду сейчас уходить, не знаю, куда. Культурно. Все аккуратненько у них. Чистенький такой, обрядный городочек. Ладик, Тереси. Речка. Квартиры вот здесь можно купить. Если хотите прям совсем, совсем, совсем окунуться в Турцию. И вообще, здесь по-русски с вами никто разговаривать не будет. По-английски, наверное, тоже. Так. Ну, вот прямо дорога на Самсун уходит. А я ухожу налево. Здесь даже светофоры не работают. Тут один километр мне остался. И посмотрите, какие здесь красоты. Просто невероятная какая-то красота вдали. От всех больших городов. Где-то здесь такое местечко затерянное. Ну, вот за этой горой оно, собственно, находится. Нет здесь никаких, никакого вреда. Просто как будто санаторий. И здесь у меня даже мой роуминг здесь не работает. То есть, роуминг, он обычно цепляется за любую вышку, которая есть. Вышка свободная и доступная. И он за нее цепляется. То есть, по сути, роуминг – это самая надежная связь. То есть, вы всегда остаетесь на связи, если у вас роуминг. Вот. Только что появился интернет. И вот он, этот отель. Здесь еще какие-то есть достопримечательности. Вот такой здесь мост. Был двухсторонний, сделали односторонний. Ну, отель, собственно, находится прям где-то вообще, я не знаю, в таком месте, где рядом вообще ничего нет. По сути, я очень люблю такие места. Потому что здесь и цена хорошая, и никто вас никогда не побеспокоит, и вообще круто. Вот. Хилас термал-резорт инспа. Пожалуйста, вот так он выглядит. Сейчас посмотрим, что внутри. Ну, на парковке мало места, нужно отметить. Здесь есть зарядки для электромобилей. То есть, вы можете приехать и заправить свою машину, если у вас она на электричестве. И зарядка, как штекер, как на европейских Теслах. Стандартный европейский. Вастал. Вот так вот выглядит мой номер на сегодня. Очень чисто, как всегда, в Турции. Отель не новый, но они стараются. То есть, поддерживают его в хорошем состоянии. Это номер трехместный. То есть, по сути, здесь может останавливаться три человека. Три человека с ребенком. То есть, один может быть взрослый ребенок. И двое взрослых, и один маленький. Четыре человека даже здесь может останавливаться. Телевизор, вода в холодильнике тоже. Вода и угощения. Надо спросить. Вот это мини-бар бесплатный или платный? Обычно, когда нет цены, нет цены. Это все бесплатно. Вид. Вид вот такой вот. Это вот на парк. Вид здесь. Который мы с вами заезжали оттуда. И там, с правой стороны, есть бассейн. Но он, по-моему, еще не работает. В том предложении от Адамакс, которым я бронировал, не было одноместных номеров. Но здесь есть одноместные номера. И на рецепшен, если вы приедете, вы можете с завтраком забронировать одноместный номер. Я так понимаю, он будет меньше, чем этот. А может быть, даже такой же. И он будет стоить 700 лир. То есть, грубо говоря, на 200 лир меньше, чем я заплатил через это приложение. Я забыл, что в Турции нужно всегда приезжать в отель, узнавать цену. Если цена в отеле ниже, то лучше бронировать напрямую, через рецепшен. Но есть риск, что пока вы доедете, уже кто-то забронирует. Поэтому я сегодня не хотел заморачиваться. Я хотел просто приехать, отдохнуть, уснуть и сразу заселиться. Без лишних движений. Прям возле речки. Прям возле речки этот отель находится. Прям на берегу реки. Вот там есть скамейки, где можно прямо возле речки разместиться. Все круто, но аквапарк и бассейн не работает, не покупаться сейчас. Видимо, еще сезон не начался, хотя уже какое? Седьмое или десятое тень лета. Ну, в принципе, в принципе, и цена нормальная. И сейчас посмотрим, что там внизу еще есть, горячий источник. Здесь бассейн. Я не знаю, насколько это, короче говоря, горячие источники. Мне кажется, это обычная вода, но она теплая. То есть, она либо подогревается, либо это действительно с горячих источников вода. нигде не написано, что какой здесь состав. И не работает сауна. И хамам тоже не работает. Здесь вообще обычно должно быть тепло. Но вода как бы есть, но прохладно. Друзья, здесь у них оказывается все размыло нафиг. И даже столы туда посмывало в речку. А там туда дальше вообще сильно все размыло. И береговая линия здесь попадала. Поэтому, конечно же, они делают ремонт. И они сейчас не могут здесь принимать гостей. Березки растут. И соответственно, поэтому у них так все здесь и не работает. Вот здесь тоже размыло. И все это упало. и не только здесь. Во многих регионах Турции прямо обрушилось и все размыло. И берега размыло, потому что очень много дождей было. И вот собственно здесь тоже все поразмывало нафиг. вот здесь оргтехника у них валяется. такое. Видимо, прям сильный-сильный потоп был. Вот здесь берег и вода как текла. И все здесь вплоть до того, что бетонные конструкции даже порушило. Поэтому и парк закрыт здесь. Здесь тоже все размыло. Близко подходить нельзя. Ну и соответственно отель тоже не на полную мощность работает. Но они активно все ремонтируют сейчас.